После пробуждения Есть куда расти дальше? После пробуждения? Пробуждение это что такое? Это еще временное явление. То есть пробуждение только начало. Потому что после того, как оно произошло, оно не может удержаться. Потому что сильны еще те самые самскары. Тем самым привычки ума скатываться в сон. Скатываться в колею кармических взаимодействий. И тогда возникает откат. И расти кому-то, кто хочет еще куда-то расти, здесь возникает как раз вот эта мысль о том, что там кто-то может куда-то типа расти. На самом деле все происходит так, как происходит. Ибо этот маятник, который запускается и который уже осознал само пробуждение, то есть тот, кто искал его, исчез. И только поэтому произошло пробуждение. Потому что в тот момент, когда осознается это пробуждение, осознается реальность, исчезает именно тот, кто ищет его. Так вот, невозвращение того, кто ищет пробуждение, и есть возможность укоренения пробуждения. То есть пробуждение само остается навсегда. Естество. Естество. А если при пробуждении я-мысль растворяется, перестает существовать, то после того, как она уже растворилась, она возникает именно она же или какая-то другая? По привычке именно она же, конечно. А какая другая? Я-мысль, это и есть я-мысль. То есть я-мысль, это я отдельный. Вот какая-то мысль. То есть отдельность возникает. Другой мысли нет. Но этих я-мыслей может миллиард возникнуть. А порциональные дела? О себе? Нет. Вообще. Ространство, то есть реальность. Засыпание происходит вот этой я-мысль. Она одна возникла на всех или их множество? Она одна возникла, но она себя культивировала так, что она размножилась. Потому что эта прописанность, она везде прописалась. Понимаешь? Растворяется основная, первичная или ее характера? Нет. Да. Растворяется только готовая исчезнуть. Только готовая исчезнуть. В мирской жизни у меня вдруг возникает огромная потребность, как жажда. Я смотрю сатсанги бесконечно и ночью, и днем. И у меня постоянная потребность быть в контакте. И вдруг какой-то момент, он совершенно неконтролируемый, все отключается, и я вовлекаюсь в жизнь. Да. Там я могу день вообще не вспоминать, и у меня нет потребности смотреть что-то. И я понимаю, что я не могу на это влиять никаким образом. Но почему это происходит, и как не терять бдительность? Да. Это происходит только лишь потому, что пробуждение, оно пунктирно. Оно как маятник. Качнулось в одну сторону, и потом идет, качнулось в другую сторону. Пока он не остановится на золотой середине на этой. Так хочется этой золотой середины. Когда уравновесятся, уравновесятся инь и янь, когда они придут в равновесие, тогда наступит покой. Вот здесь уже пришло осознание или понимание того, что, глядя на мастера, я смотрю в пустоту до мастера. И тогда образ мастера размывается. Вот что это такое? Когда настраиваюсь, уже потом как-то усилия принимаю. Да, мастер появляется, но потом опять как-то уходит. Вот это внимание вот куда-то сюда. Да. Мастер – это как тело мастера, как проводник к самому мастеру. Понятно? Потому что мастер – это не тело. Свет я вижу, я вижу свет. Да. Вот и все. Каждый раз, смотря на тело мастера, ты словно проходишь. В дверной проем, туда, где свет. Ну это так здорово. Да. Благодарю, мастер. Во благо. Во благо. Во благо. Правда, что ли, есть такая точка, после которой уже увлечение не происходит? Как будто точка некая такая невозврата. Да. Конечно. Конечно. Явление покоя, абсолютнейшего непоколебимого покоя и есть та самая точка, в которой не возникает вовлечения никакого. Оно не может возникнуть. Не может возникнуть, понимаешь? То есть, когда кто-то говорит, что Бог, мол, играет, а Бог не играет, понимаешь? Бог – это тот, кто не играет, потому что Бог – это тот, в чем вот эта кажущаяся игра ума как будто бы происходит, понимаешь? То есть, это некие блики на воде, понимаешь? Вот более ничего. Но Бог не прикладывал к этому никаких усилий, потому что солнце есть и поверхность воды есть, понимаешь? И на поверхности воды возникают эти блики. Они сами возникают. Никаких усилий. Бог не играет в это. Это просто данность, которая возникла, как кажущаяся видимость. Поэтому осознание Бога – это прекращение игр. Это прекращение того, кто играет. А вот человек, ну это уже не человек, понятно, да? Это сознание. Когда теряется индивидуальное сознание, полностью стирается эго. А для чего присутствие человеку, уже не осознающему себя человеком, присутствие в твоем поле нахождения, оно необходимо? Я знаю, что в этом зале есть люди освобожденные, и они все равно стремятся… Потому что есть еще опасность, есть еще вероятность, вероятность возникновения сна. Ибо вот эти вихри сонного состояния сознания, они могут еще… Вовлечь, закрутить. Вовлечь, закрутить. Понимаешь? Благодарю тебя. Да. Да. Поэтому… Поэтому потерять благословение и не возникает такого. То есть, словно ты, ну, в запазуху у Бога попал, в запазуху, понимаешь? А там так хорошо, спокойно, что, ну, выходить не нужно. Если выйдешь, опять столкнешься с какими-то, так сказать, катаклизмами, что называется в кавычках. Да. Вот. В общем, состоялась первая медитация через три дня, в которой, во-первых, никогда не медитировалась, чтобы вы понимали, не знала, что это такое, никаких практик на эту тему не было. То есть, там, психологиня была такая до этого, тяжела. Вот. Леглась на пол, принялась поза, которую он рекомендовал. И он сказал, что… Вот это вот внимание, послушание, как сработало. Что бы ни происходило, не двигаешься и просто лежать, пока я не дам знак, что можно выходить. Хорошо? Хорошо. Тогда он сидел на таком плетеном кресле, положил на пол, значит, он леглась. И тело словно положили на огненную сковородку. Горело всё. Ощущение было, что просто кто-то снизу включил в клуб, и меня просто жарят на какой-то огромной сковороде, где печёт всё, особенно ноги, особенно крестец. И тело пережило несколько ковидов перед тем, как с ним встретиться, и были очень сильные осложнения с дыханием. Был заложен нос, и я понимала, что я сейчас задохнусь. Ну, невозможно лежать, потому что мне нечем дышать. Но послушание было такое абсолютное, что я понимала, что я не могу нарушить это. Значит, я задохнусь, было такое вот внутреннее. Он сказал так, значит, чтобы, вот внимание, чтобы не происходило. И это было такое тотальное, такое смирение. Вот оно как произошло. Всё болело, и вдруг стало происходить пробуждение кундалини. При этом никто никогда не рассказывал, как это происходит, что это такое. То есть вот это внутреннее знание, что это за процесс, было известно в этот момент. И как это происходит, то, ради чего йоги сидят по 800 лет в пещерах, медитируют. Да, вот здесь это было просто дано в смирении и в доверии в абсолютном. В сдаче. В абсолютной сдаче, где я не знала, что будет, и оставила всё, что есть. Оставила как? Что это имеется в виду? Что я уехала, да, там, когда есть какие-то дела. Я просто оставила. Я даже не брала звонки. Я перед отъездом сказала, ребят, мне не будет пять дней. Я не знаю как, но вы сможете. Команда, которая не оставалась со мной за пять лет ни разу. Я всегда была на стройках, когда длилась вот эта вот жаркая пора стройки, летняя, весенняя, осенняя. И вот это, видела, это абсолютно мистичность, абсолютно того, что происходило, что это вне знаний того, что тело имело какой опыт, личность. И что такое выход в астрал? Что такое соединение божественной энергии? Что такое коронная чакра? Как выглядит чакральная система в теле? Как происходит освобождение от энергетических блоков? В каких местах они сидели в этом теле? Как это? То есть ты просто видишь это внутренним взором. Он со мной вообще не разговаривал, ребят, вот чтобы вы понимали. То есть мастер практически из 100% времени, которое я с ним пребывала, со мной разговаривал процентов 10-15. Более того, он так тихо разговаривал, что приходилось напрягаться, и очень многое было непонятно. Ну, недослышно, неслышно было. Тихо, очень-очень тихое было говорение. И затем, когда все закончилось, закончилось это выход в звук Ом. Подожди, вот ты легла в медитацию, да, вот горячая сковородка. Затем началось пробуждение кундалини, потом началось пробуждение кундалини. Это начинается с нижних чакр, которые находятся чуть ниже женских органов, да, в тазобедренном, в тазу. То есть началось это еще перед входом в таз, в пространстве, то есть наша чакральная система выходит за пределы тела. Там все почувствовалось, как в теле, ты понимаешь? Ровно, как если это тело чувствует, вот так чувствует. И затем она поднималась змеей, змееподобной энергией, которая обвивала позвоночник. И каждый позвоночник складывался, он крутился, он вибрировал с такой силой вокруг своей оси. И вот это что-то внутри тебя вращается с такой силой, что если на тебя подключить на 320 вольт, примерно можно представить эту силу. И в этом движении проходило вот как выбивание, да, пробки выбивают, вот оттуда выбивалось что-то. И расслабление в этом месте, выбив, да, расслабление. И вот эта змея энергетическая, эта сила, она вот вращалась вот так вот вокруг позвоночника. И было падение перед встречей с мастером за несколько месяцев, где был очень сильный удар на крестец. И было такое, в какой-то момент уже такие боли были, что, ну слушай, это кармическое, это наследственное родовое, у матери то же самое. Она очень страдает болезнью позвоночника. И такая была боль, и было принято, что, слушай, наверное, это до конца дней вот такая боль будет, что невозможно лечь спать без этой дикой боли, укладываться надо. И вот в момент, когда проходила этот крестец, с чего она как бы вот в начале, чувствовалось, как кости встали на место. Такой, какой был такой встряска этого тела. И была левитация абсолютно точно. К завершении, процесс когда завершался, левитировало тело на небольшом расстоянии от пола. Не было ковриков, которые сейчас вот на ретритах предоставлены ребятам, мягкие какие-то. Маленькая тоненькая одеялка шерстяное, в которую дал мастер. Потому что, ну как бы, все всегда лежали на диване, а это тело как бы оказалось на полу. И когда вышла в носовой горло, всегда болела ангина 40, температура. Это, в общем, была норма вообще в теле Эллы. Она проходила это, могла в месяц 2-3 ангины пережить. И здесь был очень сильный энергетический блок, который вырос. В каком ощущении, когда сюда подошла эта энергия, она сначала как будто сдушила, а потом произошло легкое облегчение, такое расслабление. И накрыла дикой-дикой вибрацией, ну просто как бы она при поднимании, при поднятии вибрация усиливалась. Дальше вышла в носовую полость. Здесь просто был толчок. И движение, было падение, был сломан нос. И было движение внутренней перегородки на место, и даже внутри чувствовалось, слышалось как хрящ. Как хрящ, то что двигается хрящ. Такое какое-то, ну движение, как будто скрип какой-то. Но это при сильной вибрации не было, знаешь, не было понятно. Это знаешь, вот если есть боль, боль, да? А это что-то иное, я не могу это объяснить. То есть, ну как бы, физически это очень похоже на боль, но это не боль. Это очень мощный процесс трансформационный. Дальше вышла в третий глаз, где я увидела, что такое третий глаз. Что это абсолютно точно такой же глаз, как то, что у нас с вами используется. Он плоский, мы его не видим на теле. Но если мы увидим старинные какие-то санскридские, скажем, зарисовки, они всегда рисуют его как третий глаз, как глаз. И стало ясно, почему. Потому что вот он так выглядит, я его увидела. Я видела и все этим глазом. То есть все духовные процессы, они на самом деле наблюдаются только третьим этим глазом. Прошлось внутреннее вот это осознавание, все это. И дальше вдруг возникла такая молниеподобная корона над головой. Вот знаешь, вот есть зигзаг такой на электрических приборах, типа осторожно, опасно. Вот такие молнии вышли из головы и сложились как похоже на корону. И затем это все соединилось и вышло в одну линию, которая пронизлала все тело. Она была абсолютно прямая. Побудем в тишине. Сохраняйте вот это, вот как свечу за ветром. Вот вы ее ощутили, вот эту святость. Вы ее еще не раскушали, не распробовали, не вкусили до конца, не привыкли к этому нектару. Но знайте, что она уже есть. Точно знайте вас с вами. У вас уже никто этот опыт отобрать не может. Просто чуть ли не замрите в этой сакральной тишине, в этой святости, в этой благодати, в этой благодарности. Растекитесь в доверии, расслабьтесь, в медитации расслабьтесь, отпустите, отпустите. Вы уже в руках Бога. Все уже случилось. Нет никакого деятеля и беспокоиться уже не о чем. Потому что вы знаете, откуда этот деятель уже действует. Николай поднимает руку. Ну, не могу не включить микрофончик. Коротко, если можно. Николай, вот трубочку включила. Микрофончик, прошу прощения, включила. Николай, получается ли? Здесь уже умрачный, поэтому прошу прощения за картинку. Да, вот, включила. Добрый день. Меня слышно? Да, 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 слышно. Ну, во-первых, благодарю и мастера, и всю вашу группу поддержки, которая вот дает нам возможность в онлайн ретрити участвовать. У меня парочка вопросиков таких, они, наверное, небольшие будут. Вот первый вопрос по медитациям. Возникла. У меня со вчерашнего дня как бы немножко она изменилась сама по себе. До этого были медитации, вот как на сатсангах там ребята рассказывали, когда я проваливался в саму медитацию. А вчера у меня была такая ситуация, что я во время медитации, когда погружался в мастера, вот у меня была там такая вот какая-то яркая вспышка, а потом мастер пропал. Вот. И после этого я перестал проваливаться. Значит, я в медитации лежу. Я, у меня нету мыслей, во-первых. И тело я свое ощущаю как вот просто вот что-то такое вибрационное лежит. Вибрация и все, значит. Но я никуда не проваливаюсь. Ничего страшного. Это процесс такой, он как неожиданно проявляется, вот то, что вы описываете, и неожиданно он пропадает. Просто позвольте этому происходить. Это просто этап определенный. Такое бывает. Он бывает периодично. То есть, то случается, то не случается, или вообще потом исчезнет. Ничего страшного, это просто происходит. Да. Не переживайте. Прощайте на это. Нет. Благодарю. И второй вопросик у меня такой. Значит, это у меня началось с прошлого ретрита, когда я нахожусь у алтаря и смотрю на изображение мастера. Вот у меня такое состояние головы. Так вот, можно назвать, что пухнут уши, я бы сказал так. Идет такое давление, довольно-таки сильно, и оно отдается по ушам. Причем ни слух не теряется, ничего значит. То есть, я себя ощущаю абсолютно нормально. Это пробуждение шишковидной железы, ее спецэффекты. Просто это происходит, это прекрасно. В общем, благодарю. По ушей ощущение, что ты не можешь переваривать этот звук, который открывается вселенский ом. Он всегда присутствует, он всегда есть. Это его максимально назвали ом. Мы всегда его слышим, но с непривычки. В общем, когда он становится явным, единым, чистым, словно как будто он является. На самом деле он всегда был, и только он и есть. Бывает так, вот когда тело жаловалось к мастеру, когда приходил, он говорит, я не могу больше испытывать этот шум в ушах. У меня звенит в ушах, описываю этот звук. Он говорит, ну, просто открылась вселенная. Ну, у меня шума в ушах у меня нет, у меня вот идет давление. Это просто разные спецэффекты одного и того же явления, которое называется пробуждение шишковидной железы. Оно начинает активно раскрываться, потому что оно было в замерзшем состоянии. И вот светом вибрации, что называется, она начинает работать. И происходят вот эти эффекты. А то, что это в голове, естественно, это очень высокочувствительно. Это просто один из этапов процесса трансформационного. За благодарность и примите, это чудесно. Благодарю. Благодарю. Ну что ж, тогда прошу прощения еще раз за темную картинку. Но вот уже давайте поближе к свету подойду. Всем скажу. Благодарю. 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 Низкий поклон. Обнимаю сердце. Счастливой, чудесной медитации через 20 минут. Благодарю. Мастер, хотелось вернуться к первому вопросу сегодняшнего сатсанга. Это о внимании. Мастер сказал, что чем более широкий луч внимание, тем лучше. не надо его фокусировать на отдельной мысли, на отдельном восприятии. Правильно ли понимать, что внимание должно стремиться к углу в 360 градусов. То есть все вокруг одновременно, ну как, допустим, радар на аэродроме. Смотри, если сон происходит, если ты обнаруживаешь, что происходит страдание какое-то, что происходит боль, что происходит страх, то это значит, что твое внимание сужено. Сознание твое сужено, понимаешь? Сужено до объектно-субъектного восприятия. Пробужденное сознание не имеет объектно-субъектного восприятия. Почему? Потому что оно расширено. Воспринимается все сразу. При этом восприятие всего и сразу получается, что как бы все шорохи, все звуки, все состояния тела, пятки и макушки, все одновременно воспринимается. Не рассматриваются отдельно. Не рассматриваются как что-то. Но сосредоточение на чем-либо не происходит. На истинной своей сути. Вот это и есть сосредоточение. Расширенное сознание – это сосредоточение на своей истинной природе. Твоя истинная природа свободна от объектно-субъектного восприятия. Когда возникает сон, то сознание суживается до объектов. И тогда тебя интересуют только объекты какие-то. Есть двойственность, есть объекты, есть субъекты. И тогда возникают вот эти все сонливые проявления, такие как желания, такие как привязанности. То есть восприятие совокупности какого-то множества объектов – это все равно объектное восприятие, и это не есть то, о чем вы сейчас говорите. Разум – это и есть сон. А познание единого – это расширенное сознание, воспринимающее все сразу. Причем это восприятие происходит без ума, потому что там нет ума, нет объекта. Он не рассматривает объекты, ибо не выносит никаких выводов, не делает оценок, понимаешь? Он молчит. Он возвращается в свою изначальную природу разума, разума, просветленного ума. Ну, это же уже как бы конечное состояние духовного развития, так сказать. А как к этому прийти? Осознать. Это же все именно и происходит. Помощь в осознавании природы вещей приводит вас к такому состоянию, которое такое, как ты называл, окончательное. Понимаешь, готовому не нужны никакие практики, ничего не нужно. Ему нужен лишь взгляд мастера. И тогда состояние мастера становится вашим состоянием. И все. Никакого пути, никаких практик, никаких болей и страданий. Понятно. Это и есть метод прямой передачи. Да. Никаких концепций. Никаких концепций. И никаких концепций, никаких путей. И внешний мастер при этом необходим, как вы говорите, до тех пор, пока не проснулся внутренний мастер. Он же и есть. Только он, внешний мастер, активируется у вас внутри, в сердце. Поэтому многие говорят, что сердце раскрывается, сердце раскрывается, сердце раскрывается, сердце раскрывается. Понимаешь? Вот и все. Если это с полуоборота не происходит, значит, опыт еще не набран. Да, просто нет готовности еще. Нет готовности. Чтобы воспринять. Воспринять истину. Значит, надо еще карму отработать какую-то. Она сама тебя найдет. Еще такой вопрос. Если ты закроешь глаза, она тут же тебя найдет. Понимаешь? Подушечку поправишь и вернешься на бочок. И все. И поехали по новой. Вот чтобы в это состояние входить каждый раз при медитациях, такой вопрос. В вечерних медитациях удается как бы провалиться куда-то в ничто. Потом откуда-то оттуда же и вернуться. А в утренних медитациях тело вроде бы после ночного сна полно энергии. И еще всякие утренние процедуры проводятся. Там пробежка или ходьба утренняя по свежему воздуху. И придя на медитацию, оно... Да, трудно погрузиться. Не ходит, да. Не хочет погружаться никуда. Ну и ничего. Ничего. Даже если ты просто посидишь. Посидишь или полежишь в поле мастера, все равно свет Вашей Милости будет делать свое дело. В принципе, если ему уже даже лежать не хочется, оно может и посидеть. Может и посидеть, да. Благодаря ее мастеру. Если раскрыт источник Бог внутри себя, а внутренний мастер осознан. Может ли растворение индивидуального сознания окончательно пройти без присутствия внешнего мастера? Может произойти, конечно. Все равно мастер должен быть. Он есть всегда. Он есть всегда. Потому что мастер всегда говорит, что я в каждом Вашем сердце. Не где-то снаружи, а внутри. В каждом Вашем сердце. И если проявлен сейчас внешне, это значит, что это необходимо сейчас для Вас. Именно внешний мастер чтобы был. Но этот внешний мастер есть не что иное, как Ваш внутренний мастер. Но внешнее проявление мастера нужно для того, чтобы появилось какое-то направление, чтобы правильно, да, понимается? Конечно, для того, чтобы глубокий сон исчез. Для того, чтобы возникла помощь. Вот для чего это нужно. Когда эго замолкает, а высшее сознание уходит в самадхи, то тело перестает функционировать. Замирает, коченеет, немеет. Словно выключенный прибор. Пока высшее сознание не вернется в него. Выходит, что тело управляется именно Божественным Я. Но мастер, будучи постоянно в самадхи, прекрасно управляется со своим телом. Как так? Это доступно просветленным? Конечно. Самадхи – это естественное состояние пробужденного сознания. И когда происходит реализация, то возникает такой вид самадхи, когда тело может действовать. Но при этом это естественное состояние пробужденного сознания, самадхи. И когда кто-то говорит, спрашивающий, говорит о том, что сознание покидает, то покидает тело, индивидуальное сознание. А сознание, оно не покидает тело. Понимаешь? То есть тело покидает сознание, если что. В конечном итоге. Спасибо. 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 Спасибо.